Друзья, всем привет! С вами канал Будды Гришна. Иван Ахлобыстин сделал интересное заявление по поводу голубых огоньков, или можно уже, может быть, сказать огоньков цвета неба. Я имею ввиду о последних голубых огоньках последних лет. Вот что пишут СМИ. Иван Ахлобыстин заявил, что без участников так называемой голой вечеринки новогодние огоньки стали среднего уровня гомосятины. Актёр также припомнил Ивлеевой, что она так и не пожертвовала деньги на благотворительность, о чём сама клялась. Вот что он говорит. Огоньки были хоть и тусклые, как габариты на фуре дальнобойщика, но среднего уровня гомосятины. Народ доволен. Обещанные пожертвования на благотворительность от продажи бриллианта с мохнатой задницей пока никак себя не проявили. А ведь на это можно было три танка купить. Ну, я ещё раз скажу, что последние публикации в телеграм-каналах пишут, якобы, якобы Ивлеева собралась в Арабских Эмиратах пересидеть скандал. Так что здесь не пахнет никакой особой помощью. Хотя, мне кажется, человек, который деятельное рассказание бы было у человека, он бы уже давно там побывал бы и пригнал всё это. Но то, что он говорит о голубых огоньках, ну, я с ним согласен, потому что тех, кого повырезали, тех, кого мы не видели, действительно без них как-то стало посвежее. Но, конечно, мне кажется, работать и работать ещё талантливую молодёжь, патриотически настроенную молодёжь, не пропихнутую продюсерами. Понимаете, они сделаны специально, а вот по одному хотя бы талантливому, замечательнейшему исполнителю от каждого субъекта федерации. Всё. Вот, пожалуйста, вам будет такой суперновогодний огонёк голубой. Поэтому пока, конечно, вот, ну, со скрипом, но стало, конечно, получше. То, что он употребляет термин, ну, мы с вами тоже понимаем цвета неба, так сказать, о ком он говорит, вот, но среднего уровня. Хотелось бы, конечно, чтобы особенно новогодние голубые огоньки, которые смотрят семьями, это новогодний Новый год, традиционный семейный праздник. Хотелось бы, чтобы это были действительно исключительно патриотические исполнители, которые поют о традиционных, как я говорю, единственно правильно, семейных ценностях, которые, которые действительно поют, вот, вы знаете, от души, и ты слушаешь и чувствуешь, что, чувствуешь, что вот шаман вышел. Я, вы знаете, вот, недавно прочитал, критики шамана пишут, что, ну, когда вот вышел, вот, вроде как, слушать неохотно, не слушали, и начала слушать, и не, значит, не смогла, так сказать, понять, как закончила. Вы знаете, действительно начинает петь человек, и вот идёт светлая энергетика, патриотическая, поёт о России. Вот такого плана, не обязательно, можно о любви, чтобы девушка вышла в хорошем вечернем платье. Это здорово, это со вкусом, и, конечно, это искусство. Оно одухотворяет, оно, ты задаёшь себе какие-то вопросы внутри себя, а не вот это, вот, два притопа, три прихлопа. И особенно, когда поют люди, у которых непонятно, откуда берутся дети, или все прекрасно понимают, что они цвета неба, но они поют, потому что у них покровитель в высоких кабинетах и так далее. Друзья, что вы думаете насчёт заявлений о хлобысти? Напишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео. Подписывайтесь на мой телеграмм, канал Будда Гришна, новости на Рутю, Будда Гришна, успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.